Суббота. Детячий день. И кажется, что ничего не изменилось, судя по нашим одеяниям. Но изменилась. Обувь. Теперь босоножки. Потому что вчера очень ноги спотели. Даже в простой закрытой обуви очень жарко. И Машуни сегодня опять вся джинсовая, но уже просто в джинсах. Удивительно. Юбочка от джинсов. И куда мы едем? Мы едем в Дубай Мол. Мы едем в Дубай Мол, в котором не были уже, наверное, два с половиной месяца. Может, даже больше. Все-таки мы едем выбирать дальше Машеньке подарочек. Едем выбирать дальше Машеньке подарочек. Мы вчера осмотрели много вариантов. Но все варианты касаются электроники, гаджетов. Ну, да, больше музыкальный уклон такой, знаете. Жарковато. Но есть ветерок. Так хорошо обдувает Абайку. Она прям такая воздушная. Я прям ее очень полюбила. И хочу себе купить еще одну. Может быть, даже еще одну. На лето это, по-моему, самый лучший вариант. Так, побежали. Иду, снимаю. Понимаешь, что нельзя снимать. И мне нужно еще чехол купить на телефон. Силиконовый какой-нибудь такой, чтобы хорошо в руке держался. Просто чехол, который мне дарила Машенька на день рождения. Он у меня облез. Страшненько. А, на Новый год, на Новый год. Или на Держдень. Машенька мне, который дарила мне, который дарила, он мне облез весь уже. И, может быть, надо еще кольцо какое-нибудь купить, чтобы держать было удобно. Держу маску в руках. Перчатки тоже в руках. Наготове. Маша у нас полностью экипирована. И да, кстати, забыла. Сегодня 9 мая. Поздравляем всех, всех, всех. Кто помнит, кто чтит. С этим знаменательным днем. С Днем Победы. Вечером буду смотреть фильмы. Мы с Машенькой с ним утром встали. Знаете, такие энергичные очень. У обоих болят ноги от того, что вчера столько ходили с непривычки. И я поработала часа 4 до 5. И Машенька тоже сделала домашнее здание. Поэтому спокойно можем теперь ехать. В тенечек зашли. В общем, идем мы опять. Вирджин. Она уже в Дубай-моле. Кстати, очень мало народа. Прям вообще мало народа. Практически нет. И... Приходите вместе, но держитесь друг от друга на расстоянии до 2 метра. Пойдем, я тебе покажу. Так, чехлы это где-то здесь. Мы посмотрим. Потом идем вначале смотреть Машей. Да-да, туда идем. Я даже знаю, где это находится. Вот тут. Ну, по крайней мере, это было здесь. Сейчас нету. Смотрю. А, вон она. Вот эта система, которую я хочу, чтобы Маша попробовала. Так, ну здесь она стоит 1200, а на сайте она стоит 800. А, надо узнать, почему. Попробуй. Блин, только можно надевать на себя, не знаю. Ну, пробуй. На шею. Просто сверху одень. Вот и все. Вот, еще вот такая есть. Это для наушников. А, ну да. Ну, здесь это просто вот одеваешь на шею. Нет, чехол внутри. Вот он, снаружи, внутри устройства. Это не чехол. Помоем ручки. В общем, смотри, потому что либо можно там наушники посмотреть, либо акустическую систему эту, спикер. Такие хорошенькие, но эти, колоночки домашние. Она не липкая, наконец. Ну, что, будем смотреть? Да. В общем, долго мы забирались, стояли музыкальные всякие системы, и наушники беспроводные, и вот эти вот колоночки всякие. И так, что прям, вот знаете, нету стопроцентной уверенности, что это прям вот повседневная нужная вещь. Ну, в общем, Маша все еще в поисках. Медушка-то ей подарил подарочек, сюрпризом сделал. Даже мне не сказал. Вот. А мы тут стоим, выбираем. Здесь есть такие красивые рюкзачки диснеевские. В принципе, цена у них тоже красивая. 8 тысяч рублей, где-то 8200 по-нашему стоит. Есть вот такие яркие, двусторонние. Есть вот Гарри Поттер с... Маша, сними, пожалуйста, бежевый. С глазами совы. Или на... Да, такой вот. 400. 400 дирхамс цвет? Ну да. 315, как все эти. Вот. Есть еще серия Дисней Микки Маус. Принцесса Дисней Микки Маус. Вот такой есть. Вот такой есть. Вы знаете, это не детские рюкзачки. Это просто компания Дисней. И... Ну вот эти, конечно, может быть еще и такие для детишечек. Или вот... Ну, в принципе, это для подростков. И я бы сама с удовольствием вот такие даже носила. Почему бы нет? Почему бы нет? А, о, это прям целая пачка. И здесь еще эти рюкзаки есть, которые, Маша, вспомнишь? С капюшонами. Это же такая интересная вообще. Супер. Их можно отстегнуть, в принципе, этот капюшон. И это больше здесь рюкзаки текают. Больше. Разные, разные. Ну все, Маша, пока... Сама не знаю, что хочет. Входим, выбираем. Дубай, мол, пустой. Поэтому... Быстро мы не устанем от того, что народу много. Вот тоже рюкзачки. Ой, что это за мини? Он прям такой мини-мини. А, там внутри что-то. Наполнитель. Он, наверное, открыл... Нет? Думаешь, наполнитель? Да. А, ну вот он, значит, на брюки вешается. Вот у него это. Наполнитель. Сколько вот такие стоят? Вот так вот эти. Вот эти. Триста почти. Шесть тысяч. Все для красоты. В общем, Маша сама не знает, что хочет, правда. Ну, а я с ней за компанию. Да, красивая Гарри Поттер. Это сундук. Я в общем-то каком-то... Всех книг. Хороший такой подарок для любителей. Фортнайт. Билли Эйлиш. Билли Эйлиш. Твоя любимая. Любимая. Так. Вот тут прям моя началась... Мой товар. Моя Эйри, я хотела сказать. Вот у нас тоже такой внутри буллет. Отлично. Только у нас еще мощнее. Вот. Очень качественная вещь. Супер. Это смек-техника. Она очень красивая. Очень красивая. Вся такая должна в интерьер вписываться. Современной кухни. Наша кухня, конечно, с трудом может назвать себя современной. Везде. На каждом столе. Смотрите. Да, они липкие. На каждом столе. О, для хот-догов. Для хот-догов. Стаканчик. Красивый. Интересно, их в наборе 149, это один? Или их сколько там в наборе идет? Блин. Можа надпись. Тоже красивые тарелочки. Разные цвета привезли. Были белые только. Сейчас разные стоят. Ой, смотрите, какая лампочка интересная. Маш, это какая-то умная лампа, что ли? 300 дирхам. О, ночник. Здесь что? Все, что ли, выключено, заряжать надо? Да, да, да. Они не готовы. Для рамадана специальный такой стенд есть с подарками, с украшениями для дома. И есть также техника смек. Смотрите. Дольче Габбана. Пожалуйста, кто любители Дольче Габбана, вот она. Сейчас разверну. Красиво очень смотрится. Она разная, по-моему, есть у них, не только блендер. Есть аудиокниги, как светильник идет, и сразу аудиокнига, Коран. Вот книга мечети. О, какая красивая, подарочная. Яркая, наверное, столько фотографий. Так, ну что, мы сейчас зайдем в Масим Адути, который открылся здесь буквально 3 месяца назад. Мы так и не были, выходили. У меня есть еще ваучер, который, да, на который меня обменяли мои вещи, мою вещь. Вот, так как сказали, деньги они не возвращают, то мне нужно будет выбрать себе какую-нибудь вещь. Поэтому сейчас я приду и выберу. Ой, так мне нравится, когда мало народу. Вот когда у ребенка все есть, она даже не знает, что она хочет на день рождения. Может, парфюм новый? Нет. Сережки, украшения не хочет. Плачушка. А, это Зара Хома. Я думала, что там такое красивое смотрится. Смотрите, какие яркие, красивые сделали. Оформление, оформили магазины. Прям вообще. Нет, здесь была Зара и Масим Адути просто. Раньше. Ой, какой красивый. Прям хочется подойти в этот магазин. Пойдемте посмотрим, Лимит Эдиши. Цвета мне очень нравятся, я прям туда иду. На сайте, конечно, все это выглядит совсем несуразно. А здесь, смотрите, какой комбинезончик. Маш, смотри, какой красивый. Не нравится? Мне нравится. Вообще супер. Такие штаны Аладдина. Вот многое качество сейчас Масим Адути после стирки, конечно, вообще меняет себя полностью в не лучшую сторону. Вот тоже летняя расцветка, красивая. Вот, Лимит Эдиши. Ну, какие широкие штаны, такие легенькие. Вот, красивое платьишко очень в складочку. Вот, гладить. Хотя оно такое тут ткань, что его можно не гладить. Это что-то, платье или комбинезон? Платье. Платье-рубашка. Такие футболочки хорошие с добавлением шелка. Лен. Лен, все только отглажено, красиво висит. Но стоит посидеть только. И все. Прощай, Лен. Ну что, пойдем аж? Смотрите, как мало рыбок стало. Рыб в аквариуме. Интересно, куда их дели все? Потому что очень мало. Одни скаты? Ой, разупила. Ого себе. Рыба-меч, скорее всего, это не пила. Да? А, ну я еще такой рыбник. Акулами напоминают вот арабов. Они так же медленно-медленно двигаются, как вот арабы местные. Да, на рыб можно смотреть тоже вечно. Не только на огонь, на работающего человека. На рыб тоже. То, как они двигаются. Кто чем занимается. Кто за кем охотится. Кто с кем заигрывает. Смотрите, сколько народу. Мы, кстати, наверное, пойдем все-таки ужинать, я так думаю. И поужинаем, может быть, в чизкейк-факторе. Сто лет не ели в чизкейк-факторе. И опять останется еда дома. На завтра уж тогда. Вот что мы заказали. Мы взяли одно блюдо на двоих. Это вот такое вот, оно больше похоже на тайское, мне кажется, блюдо. Здесь курица, креветки. В обалденном соусе. Я даже не знаю, с чего он делается. Ну, в общем, там я знаю, что есть кокосовое молоко. Коричневый рис у нас. Ой, запах какой стоит. Как всегда, комплиментом хлебушек. Горячий. Ой, какой он горячий, Маша. Маша, он горячий. Маша тоже ждет. Не ест, ждет, когда начнется ифтар. Но я ее говорю и кушай. И да, кстати, здесь неодноразовая посуда. Здесь вот такое все, не знаю. Правильно это или неправильно? Когда, конечно, одноразовая, более так спокойно. В общем, и вот такая у нас одна кола на двоих. У нас разные трубочки. Потому что здесь кола наполняемая. Ну, я имею в виду, что покупаете один стакан и дальше хоть сколько выпиваете его. Ой, запах такой стоит, не передать.